МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отличный выстрел! Несмотря на январь в центре Благовещенска настоящий тропический рай. Шоу для горожан дают дельфины и морской котик. Им, существам теплолюбивым, амурские морозы, как оказалось, ни по чем. Все потому, что в передвижном дельфинарии создают специальные температурные условия. Весь обогрев дельфинария на дизельном топливе, то бишь на соляре, как в простонародье называют, поддерживается комфортная температура воды и воды, и воздуха. Воздух 22-23 градуса и вода, соответственно, 22-23 градуса, чтобы было комфортно и нашим зрителям, и животным, и, соответственно, тренерам, которые работают в воде. Все оборудование перевозят с собой. На случай, если что-то выйдет из строя, есть запасные аппараты. Сам шатер рассчитан на температуру снаружи до минус 60 градусов. Кстати, на прочность его уже испытывали. Несколько лет назад в Красноярске дельфинарии работал при температуре минус 50 градусов. Повелитель дельфинов, он же тренер морских млекопитающих Артем Крошечкин, уверяет, переезды на дальние расстояния даже в зимнее время на дельфинах никак не отражаются. Более того, работают животные, что в стационарном дельфинарии, что в передвижном одинаково хорошо. На характер это точно не влияет, ну и вообще, на самочувствие их тоже это никак не влияет, потому что, как видите, животные абсолютно здоровы, чувствуют себя хорошо, выполняют, так скажем, все трюковые номера. Если бы они болели, то вряд ли бы они прыгали сальто или еще что-то делали. В Юнатке животные к холодам тоже готовились. На Сухе, например, с улицы переехали в теплое помещение. Также от амурских морозов в тепло спрятались кролики, аисты и хищные птицы. При этом в уголке живой природы рацион его обитателей особо не поменялся. Единственное, чего не стало в зимнем меню – травы и любимых большинством обитателей зоопарка – одуванчиков. И если все здешние питомцы прихода зимы особо не ощутили, то Ника перемену времени года почувствовала. Говорят, возраст сказывается. Она у нас в возрасте девушка, она бывает у нас чувствует перемену погоды. Так же, как люди, видимо, смена давления, иногда приходится ее подлечивать. Мы периодически выдаем витаминки. У тех жителей зооцентра, которым природой предписано зиму встречать на улице, изменения, как говорится, налицо. В вольерах стало больше мягкой и теплой подстилки. Утеплели и домики, которые расположены здесь же в клетках. У кого-то подшерсток поменялся на более теплый. А вот у этих любопытных черноборых лисиц зимняя шерсть отросла даже на лапках. Хороший способ согреться нашли местные норки. Они спортом занимаются. Поддерживают животных в холода и сотрудники зооцентра. Полтора-два раза больше мы даем им пищи. В основном это хищники, потому что мясная пища. Лучше всех зимой, конечно, бурсукам и медведям. Они в спячку ушли. Правда, во время съемок сюжета поприветствовать посетителей в лице нашей съемочной группы решила медведица Даша. Проснулась, немного перекусила и попозировала как следует перед камерой. А это двор одной из благовещенских многоэтажек. Ее жители зимой пожалели бездомного щенка и приютили его. Благодаря неравнодушным у собаки теперь есть теплая будка и еда. А у жильцов верный и добрый друг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова